Короче, смотрите, нам нужно убить одного тут непокорного, точнее не убить, а выяснить, что случилось, почему нашу замечательную принцессу предал какой-то там лорд. Лендрио, или как его там звать? Сейчас, подождите, информация о сценарии. Лендрио, да, Лендрио. К нему, конечно, путь не близкий, мы проделали уже. И он явно находится где-то вот в закрытой части, есть подозрение, что прямо в дальнем углу, добраться можно только на лодке. Я приплыл, увидел вот такой вот кусочек, типа можно высадиться, высаживайся, там ничего вообще нет, ни ресурсов, ни Лендрио, никого. Вот, также мы не нашли здесь высадки, место для высадки, скорее всего она находится где-то севернее. Кто у нас здесь, разбойники? Много разбойников. Пардонте, пардонте. Что-то я, я думал, что всем достанется. Это третья кампания такая, вообще муторная. Стратегии одни и те же. Миссии. Дико долгие. Тинь-тинь-тинь. Мы захватили замок. Еееей, что вокруг? Вокруг навык военный, кстати. И даже если враг находится главный в левом нижнем углу, то скорее всего так просто до него не добраться. Отлетает только так. Приближаясь к гостинице, вы замечаете, что перед ней поселилась небольшая, началась небольшая заварушка. Какой-то человек кричит, что у него из сумки украли еду. Я требую справедливости, кричит он, пока вы подъезжаете поближе. Сударь, но ведь никто ничего не видел, говорит владелец гостиницы. Мне очень жаль, но в последнее время в наших краях завелся вор, пока мы его поймать не смогли. Я буду счастлив сам отдать вам все, что у вас украли. И еще бы вы не отдали, кричит разъяренный путешественник. Могли хотя бы предупредить, что тут у вас орудуют воры. Ага, не воры, а вор, сударь. Всего один вор. Вы приезжаете мимо, решив не вмешиваться. Так, а кто у нас вор? Ооо, шесть ангелов. Так, ну должен уровень получать постепенно наш щегол. А мне кажется, вот он уже. Да? Что за герой такой? Гейл. На Гейла не похож. Ну давай. Нарываемся. Куда? Но я не вижу Лэндрю. Я думал, что именно в этом самом удаленном замке будет главный супостат. Собака. Собака, иди сюда. Нормальное начало сражений. Так, кто там прячется еще раз? Да, это Гейл. Изи. После первой атаки по нему. Ооо, Арида воскрешает. И даже опыты ему дали. И второй туда же. Ой, ссыкушки. Генерал. Со мной давай дуэль. Ай. Кто такой? Лэндрю. Добрый день. Добрый день. Джина хотел откупиться. Куда ты? Победа. Так, стоп. Он сбежал в результате. Стоп, 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 стоп. Он в замок сбежал свой. Ах ты, ах ты, ах ты. Я иду за тобой. Видимо, пока есть замок, есть куда сбегать. Он сбегает. Но сейчас будет унижение. Мы делаем быстрый бой. Показываю. И в пару кликов. Раз. Ладно, в три клика. Мы выигрываем этот сценарий. Рид получает. Да, я победила Лэндрю. Но чего стоит моя победа, если Гевин Магнус твердо вознамерился завоевать Великий Арканум? Я совершила огромную ошибку, посвятив все свое внимание Лорду Лэндрю. Это отвлекло меня от защиты Великого Арканума. Я могла бы выступить против Бессмертного Короля, но если верить донесениям, численность сию армия Магнуса превосходит мою почти в 10 раз. И, судя по всему, жители Великого Арканума полностью ее поддерживают. Что? Неужели они предали меня с такой готовностью? А, из-за Кристалла, скорее всего. С такой готовностью? Или их околдовали, как людей Лорда Лэндрю? С болью в сердце я наблюдаю, как мои солдаты ведут сотни пленных, фермеров, ремесленников и даже дворян, и даже дворян. В полевые тюрьмы, ой, дворянам те, ой, жалко дворян. Повсюду раздается стук молотков и виск пил. Гномы не успевают строить временные казематы, в которые нам придется заключить все население земель Лорда Лэндрю. «Подведи его ко мне!» А, нет, это я приказываю Тарху. «Подведи его ко мне!» Приказываю я Тарху. Лорд Лэндрю, его руки связаны за спиной, выступает вперед. Я не увидел в его лице ни тени того человека, с которым Давич и ужинала, да? Которого знала когда-то. Его глаза смотрели сквозь меня. Его лицо ничего не выражало, ни гнева, ни страха. Если бы он не стоял напротив меня, и я не слышала его дыхания, я бы подумала, что он мертв. «Получилось ли у магов хоть что-нибудь?» спрашиваю я у Тарха. Тарх качает головой и говорит, «Это никуда не годится! Что Магнус сделал с этими людьми? Они все такие, не только солдаты. Даже големы ни на что не реагируют». «Големы ни на что не реагируют?» Это новенькое. А ведь у них даже мозгов нет. «Пожалуйста, уведи Лэндрю, посади его вместе с остальными, но скажи охране, чтобы их всех хорошо кормили. В том, что случилось, нет их вины». Приказываю я. Какая она хорошая, блин, прям, прям тошно. Ну и чего, и зачем она это сделала? Надо было просто действительно дать своим поручение, мочкануть Лэндрю, ну или там его, неважно, что с ним сделать. Тогда бы королевство, но я совершила ошибку. «Конечно, моя королева», — говорит Тарх. «Но что мы будем делать дальше?» Спрячемся, перегруппируем силы. Глядя, как Тарх уводит бесчувственного лорда Лэндрю, я опускаю голову на руки и вздыхаю. Ой, неужели такая судьба ждет всех нас? Узнаем. Победа! А, условия победы. Найти Эмилию Найтхевен. Вау. Потерять Салмира. О-о-о-о. Максимальный уровень всех героев 30-й. Салмир приходит на следующий карточек, с которым всеизглинание опыт-навыки. Хм. А, потому что это опять Салмир. Ну погнали. Уже чемпиона не сменить. Я обращаюсь к Перо и Бумаге сейчас, в эти ночные часы, чтобы описать ужасные события, в которых я, хотя бы отчасти, виноват, и хочу принести свои искренние извинения. Признаюсь, что даже сейчас мне не хватает смелости, и я бы бросил Перо, невзглянив я на одинокую свечу, при которой пишу. У меня на глазах ее пламя вспыхнуло ярче, и чуть не погасло, напомнив мне о душах несчастных граждан Арканий, столицы Великого Арканула. Мы вошли в этот замок из дождя, как армия завоевателей, но какое-то мгновение я почувствовал гордость за своего господина, ведь ему удалось то, чего не смог сделать я. Но даже тогда я испытывал смешанные чувства. Меня беспокоил хрустальный маятник. Мой господин поместил кристалл радуги, который я отнял у короля мертвецов Дрэгара, мы это все помним, проходили, делали, в центр огромного волшебного маятника. И когда он приводил его в движение, любой, кто приближался к нему на определенное расстояние, оказывался во власти моего господина. Возможно, Магнус защищает меня от собственных чар только потому, что мы так давно друг друга знаем. И сейчас я собираюсь придать его доверие. Я думал, вы собираетесь использовать кристалл только против красных гномов, сказал я. Я понял, Салмир, что мыслю слишком мелко. Этот маятник однажды принесет всеобщий мир. Представь себе один порядок для всех, сказал Гевин Магнус. Как? спросил я. Ты что, не заметил? Он отнимает волю у любого существа, включая тех, у кого ее нет, и подчиняет их мне. Мне. Свободная воля, мой друг, вот что приносит в этот мир хаос. Теперь здесь есть только одна воля, моя. И вместе с ней придет совершенный, и поскольку я бессмертен, вечный мир. Никто не мог противостоять силе хрустального маятника. Мой господин превращался в бога. Не было армии, которая могла бы сразиться с ним. Он выигрывал битвы, не проливая ни капли крови. Жители Аркании были готовы защищаться, но что могло защитить их от маятника? Извините. За несколько секунд они все стали его рабами, такими же, каким был я все эти столетия. Итак, я покидаю своего господина впервые с тех пор, как присягнул ему. Я буду служить вам до тех пор, пока ваши ноги ступают по этой планете. Поторопился я дать клятву, когда Магнус освободил меня из тюрьмы. Тогда я не знал, что он бессмертен. Неловко получилось. Ой. Симба, привет. Круто подработал слушать героев. Да, героев. Вот именно эти герои больше слушаешь, чем играешь. Хотя, миссии бывают тоже очень долгие. Однако, в судный день мы оба оказались в новом мире. Смешно, что я обрел свободу только после того, как помог моему господину поработить почти весь мир. Я надеюсь, что смогу исправить свои ошибки. Я оставлю эту запись в секретном месте, на случай, если потерплю неудачу. И, пожалуйста, поверьте, что я глубоко сожалею о той роли, которую мне пришлось сыграть. Салмир Ибн Вали Барат. Перчатки потеш... О, кольчуга. О, кольчуга. В одиночку я не смогу ни секунды противостоять своему прежнему господину. Посему я ищу непобедимую Эмилию Найтхевен. Да, конечно, мы знаем, почему ты ее ищешь. Посему. Посему, посему. Пососему. Она сокрушила меня, когда я был уверен в своей победе. Возможно, она сумеет также сокрушить Магнуса. Мы знаем, что он, еще будучи попугаем, запал на нашу Эмилию. Вы помните? Ну, Эмилия, естественно, растаяла перед Джином. Потому что он такой классный. Вот. В общем, у них может что-то получиться. LostAlex38. Беляк. Привет, добро пожаловать на ГГ. Play is Happy. Ну, не надо так. Вот я фильтранул этот. С тех пор, как мой господин занял Арканию, Эмилия и остатки ее армии ушли в подполье. Самые надежные источники говорят о том, что она скрывается в этих землях. Но я не могу быть в этом уверен. Эмилия нападает на близлежащие караванные пути. Грабит караваны. Никогда не убивая при этом несчастных. Ну, конечно, все. Фирменный почерк Эмилия. Лишенных разума солдат, которые их охраняют. Поэтому я и ищу ее. Даже теряя все, она остается верна своим принципам. Она вселяет в меня надежду. Однако, пока она действует одна, ее шансы на победу уничтожны. Она же тебя уничтожила. Ходит человек без армии, рассуждает, что... Интересно, чего мы сможем достичь вместе. Планы, планы строит уже. Подкатывает свои... Так, а вот с джинами могут быть проблемы. Ооо... Это был мой народ. Казалось бы, да, прошли два шага. Подошли к одному зданию с джинами. И тут у тебя... А4 текст. Просто... Это был мой народ. Джины. Однако, я по-прежнему не знал, чью сторону они готовы принять в войне за Великий Арканум. Они дали клятву поддерживать порядок в Великом Аркануме. Но кто поведет их? Магнус, который хочет объединить всех и принести вечный мир, отняв свободную волю. Или Эмилия Найтхевен. Вау. Которая верит в создание равносправедливой ко всем страны. Я шагнул в алтарь желаний один. В печали. И склонился на одно колено. Воздух раступился с ударом молнии. И передо мной появилось несколько пожилых джинов. Имя? Спросил один из них. Салмир Ибн Вали Барат. Сказал я, поднимаясь с ноги. Я пришел просить вас о помощи. Мы ждали этого. Но выбор, перед которым ты наставишь, очень труден. С одной стороны, никто до этого дня не имел возможности принести мир в эту землю. Сказал второй джин. С другой стороны, продолжила молодая красивая женщина. Ради этого мира придется многим пожертвовать. Готовы ли мы пожертвовать своим? Я ради этого мира? Я шагнул вперед. Ты уже шагал вперед. Смальтбой протянув к ним руки. Неужели мы стали так циничны, что готовы отказаться от собственной личности? Кто сказал, что мы не можем получить и мир, и свободную волю? Разве это не будет во многом... Во много раз лучше, сказал я. А что, если ты ошибаешься? Салмир Ибн Вали Барат. Что, если это последний шанс добиться мира? Спросил старший из джинов. Мир и порядок. Мир без войны и без страданий. Это так же не похоже на нас. Это так же не похоже на нас, что я с трудом мог это вообразить. Но кое-что я представить все-таки мог. Я мог представить счастливые лица людей, полные надежды на будущее. Я видел, как эти лица делались пустыми, как у зомби, когда они превращались в влеченных разума рабов хрустального маятника. Это и был совершенный мир Гевина Магнуса. Возьми за руку, они согласятся. Еще не вечер, подождите. Сейчас дойдем. Зачем нужен мир, если у нас уже не будет воли возрадоваться ему и даже просто осознать, что он есть? Не называйте это миром. Это рабство. Мы станем рабами собственных страхов. И я не хочу в этом участвовать. А вы? Возможно, мой громогласный ответ был недостаточно уважителен, но лица этих бедных людей все еще стояли у меня перед глазами. Джины, казалось, пришли к молчаливому согласию. Затем старший из них шагнул вперед и взял... Взял мои протянутые руки. Йес! Есть контакт! Мы поможем тебе всем, чем сможем. Ну, руки решают здесь все. Взяли за руки и под синюю звезд. Без боя. Изи просто. Изи. Закупили джинов. Почему мой... Почему, мой господин? Нет. Я больше не раб ему. Я не должен забывать об этом. Почему Гевин Магнус не пришел за мной сам? Я думал, что мое предательство приведет его в ярость, но он кажется безразличен. Неужели он так уверен в силе хрустального маятника, что ничего не боится? А почему бы и нет? Создавая маятник, он воспользовался такой формой магии, о которой моя раса никогда не слышала. Хрустальный маятник действует как отрава. Не зная яда, вы не сможете выбрать противодействие. Мы ничего не сможем сделать, и, боюсь, Магнус об этом знает. К несчастью, мой бывший господин обладает огромным терпением. Он не преследует меня, потому что знает, я вернусь, чтобы сразиться с ним, и знает, что я проиграю. Ух, прям жуть. Прям ууу. В минуту сомнения. Я написал своему бывшему господину письмо. Хотя бы на это он имел право, правда? Что? Гэвин Магнус, король бракады. Я чувствую, что должен объяснить свои действия и надеюсь, что вы меня поймете. Я не могу следовать тем путем, который избрали вы. Я бежал и скрылся в ночи, потому что боялся, что вы обратите против меня хрустальный маятник, если заподозрите, что я собираюсь предать вас. Теперь, когда я в безопасности, я обращаюсь к вам. Разрушьте это орудие зла. Да, я говорю зла, поскольку отнимать у человека его независимость, это ничем не лучше, чем обращать его в рабство. Я знаю, я был вашим рабом достаточно долго. Хотя вы никогда не были жестоким или вздорным хозяином, я был несвободен. Могу ли я убедить вас отказаться от идеи подчинения себе весь мир? А, идеи подчинить себе весь мир. Скажите мне, если между нами была... Хотя бы тень дружбы, готовы ли вы поверить мне и признать, что хрустальный маятник зло, и его необходимо уничтожить? Пожалуйста. Покончите с этим сейчас, пока не поздно. Салмир Ибн Вали Барат Такой он наивный джин Хотя я не знаю, какие бывают джины Может быть, они все такие В игре против Магнуса у меня оставался всего один козырь Я написал ему новое письмо И отправил, привязав к лапке ласточки Ой, как мило Король Магнус Я не могу рассчитывать на ваше сочувствие Поэтому взываю к вашему благородству Вы этого не помните Но взрыв, после которого наш мир дал трещину Погубил и вас Я уцелел только потому, что последнюю секунду Перенесся в пределы воздуха Когда я вернулся, то нашел вас живым Вы были обнажены Без сознания Я не знаю, как такое могло произойти Извините Испорчены мы уже Я не знаю, как это могло произойти Извините Но мы с вами больше, чем друзья Я не знаю, как такое могло произойти Должно быть, это как-то связано с вашим таинственным бессмертием Вы умерли бы снова И на этот... И на этот... Извините И на этот раз, возможно, навсегда Если бы я не поднял вас на руки И не перенес сквозь один из последних порталов сюда В новые для нас области Как вы видите, я спас вам жизнь Я надеюсь, что у вас осталось достаточно чести Чтобы расплатиться с этим долгом И если бы мы Были в нашем прежнем мире Я попросил бы вас даровать мне свободу Но она у меня уже есть Удобно! Поэтому я молю вас В благодарность за спасенную мной жизнь Даровать свободу этому миру Откажитесь со своих безумных планов И разрушите хрустальный маятник Ваш бывший... Ваш бывший... Ха-ха-ха-ха-ха-ха Ваш бывший слуга Салмир Ибн Валибарат Класс! Текст классный Зато можно получить задание В вас летит камень, просвистев мимо уха, как только вы пытаетесь подойти в маленькой хижине Вы озираетесь, пытаясь понять, откуда он прилетел Я не сделаю вам ничего плохого Откуда я знаю? Кричит в ответ кто-то из домика А вы мне поверьте на слово Ха! Тогда скажите, что я должен сделать, чтобы заслужить ваше доверие, милостивый государь? Спрашиваете вы Ответом вам становится долгое молчание В хижине, похоже, кто-то шепчется Докажите, что вы не из тех безмозглых прислужников бессмертного короля Когда Магнус пришел с себя, он захватил мой родной город Если вы отобьете Калдрон-хил Я поверю, что вы на нашей стороне Калдрон Но это инфа, что есть рядом город Поскакал, поскакал Давайте, чтобы не ускакал, далеко этого возьмем Армия у нее, ничего так Бежим быстро Не останавливаемся, там, не ждем Так Ну и сейчас замок Это интересно тот, который Да Калдрон-хил 16 священников Ломится Герой с посохом пробивает ворота И появляется инком какое-то Посмотрим, что в этом Ооо, тут еще артефакты Какой Икском Сдаем квест Вы медленно подходите к хижине, удивляясь, что никто не кидается камнями И стучите Дверь приоткрывается, в щелку можно разглядеть части лица Это полурослик Я хочу поблагодарить вас за то, что вы помогли моему народу Говорит полурослик Я был очень рад сделать это, отвечаете вы Теперь вы вернетесь домой Нет, а, не сейчас Я пытаюсь помочь Эмилии В ее битве против этого душекрада Упыря Магнуса Упыря Магнуса Магнус не упырь Хотя, должен признать, с головой у него не все в порядке, говорите вы Я тут подумал Не сможете ли вы мне помочь найти королеву Эмилию Я хочу присоединиться к ее армии Но Почувствую, что полурослик коляблется, вы говорите Возможно, я знаю, как победить бессмертного короля Ну, единственное, что я могу вам сказать Это то, что она иногда заходит в избушку лесоруба Так, наг можно нанять Я вижу врага впереди Вижу врага Сохранюсь, потому что нет маны И меня могут просто забрать на... Но замок наш родной Бежать, да беги Пробуем взять Так, маги фигня Священники опасные Два героя, 50 этих человек 21 косарь откупился А здесь у него гильдия отстроена Это прекрасно Длань богов Вот, новая Законание снимает часть урона, полученного всеми вашими отрядами И воскрешает убитых героев Идем в правый верхний угол Что-то мне подсказывает, что можно уже не париться особо Можно идти вперед Эксперты Врываемся потихоньку Тут какой-то несчастный Рексмунди Ничего не умеет Просто умирает Второй почему-то лезет Джулия, рыцарь И Даллас Корбан, Даллас, мультипасс Но основная армия будет в замке, конечно же Десятки, группа, дюжин Халява Даже несмотря на то, что они там висят То на вышке очень сложно убивать Вот я бил, по три снимал А потом минус 18 Колпак на реген маны Синего минус нули У него тут шахты хорошие И телепорт зеленый Ко мне с виноватым видом приближается полурослик Мой господин, я совершил ошибку Говорит он и держит в руках огромную ласточку Я хотел подстрелить что-нибудь себе на обед Я думал, что это фазан И тут же выпустил камень из прощи Я поторопился Я слишком поздно заметил, какого она цвета Простите Я отправил птицу уже давно Так что она наверняка успела доставить письмо Там было письмо? Полурослик медленно достает из кармана свернутую А, там было письмо? Полурослик медленно достает из кармана свернутую бумажку Да, мой господин, я и не думал его прятать Говорит он Конечно, конечно не думал Знаем этих полуросликов Я понимаю, что это была просто ошибка В будущем постарайся быть осторожней Говорю, я забираю у полурослика письмо Конечно, конечно, вы за меня не беспокойтесь Я отпускаю полурослика, чтобы спокойно прочитать письмо Оно вновь написано каллиграфическим почерком моего прежнего господина Салимр И принесу мир и порядок в эти края Я обреку каждого из живущих и все будущие поколения на жизнь полную страданий Ты должен понять, что я делаю это во имя высшего блага Пожалуйста, не думай плохо обо мне из-за того, что я вынужден тебе отказать Попроси чего-нибудь другого Попроси всего, чего захочешь И оно твое Если только это в моей власти Гевин Магнус Миротворец Король Великого Аркана Вот такой вот у нас король Сегодня я увидел нечто, что убедило меня Я сделал правильный выбор Решив выступить против короля Магнуса В хаосе битвы Хаос битвы только что был, между прочим Невозможно было уследить за всем сразу И, к несчастью, в городе, когда мы занимали его, вспыхнул пожар В одном из горящих домов я увидел младенца Он спал возле окна на втором этаже Вместо того, чтобы спасать свое дитя Его мать ринулась в атаку на моих солдат Несомненно, если бы она сохранила свободную волю То сначала бы бросилась спасать ребенка Мне пришлось все бросить и спасти младенца Но сколько еще их бессмысленно погибнут Прежде чем я смогу победить короля Магнуса Да, короче, зря я на максималке пошел играть Вы почти час уговариваете стражей башню вас пропустить Но они ни за что не хотят верить Что вы больше не воюете за короля Магнуса Вам не в чем их обвинить, учитывая ваше прошлое Но выход нужно найти Наконец их командир говорит У нас большие проблемы из-за войск Бруксайда Если вы хотите, чтобы... Займите город А я его занял, скорее всего Похоже, это единственный выход Оп! Знаю, что стражники вам не доверяют Приближайтесь к ним Мажете захваченным в Бруксайде флагом Город мой, солдаты в тюрьме Они больше никому не угрожают, говорите вы Стражники неохотно открывают ворота И командир выходит вперед Забирая у вас потрепанный флаг Надеюсь, я не сделаю ошибки, говорит он Нет, сударь, не сделайте Мне не жаль, что я не присоединился К вашей прекрасной королеве раньше Ха-ха-ха Какой шельмец, отвечаете вы Так, вы изменяете маршрут дневного перехода И посещаете эту затерянную в лесу избушку Прибыв на место, вы обнаруживаете Перед входной дверью хмурого гнома Он держит перед собой боевой топор Ближе не подходить, кричит гном Когда вы спешиваетесь Я... я знаю, кто вы такой Перебивает вас гном Я Тарх А, Тарх, так вот где он был В прошлой миссии тебя не было, Тарх Я Тарх, генерал армии Великого Арканума Я представляю здесь королеву Эмилию Ну, хреново представляешь Значит, это и есть Тарх Генерал, который научил Эмилию командовать войсками Ой Я должен поговорить с королевой Эмилией Говорите вы Вы что, действительно полагаете, что она вам поверит? Я надеялся, что она уже верит мне Я клянусь Я больше не слуга Говина Магнуса Теперь я мечтаю только о том, чтобы Разбить его так же, как и она Сказать легко, доказать трудно Говорит Тарх Затем он нерешительно добавляет Меня попросили вам кое-что предложить Соберите мне подкрепление Скажем, 50 джинов У меня 55 Приведите их, и я устрою вам встречу с королевой Эмилией Считайте, что они у вас уже есть Говорите вы Изи Просто как будто Знаете, как будто я эту миссию пять раз проходил Правильно свернул, замок захватил Пришел, избушку увидел Принес 50 джинов Как вы и просили, генерал Тарх Говорите вы, приближаясь к избушке За вами следует 50 ваших соплеменников Согласившихся присоединиться к гному в его битве против Магнуса Тарх подозрительно хмурится Затем приближается и заглядывает в глаза каждому джину Это заняло какое-то время Похоже, они пока в себе Говорит он, словно удивляясь Теперь я могу встретиться с королевой, так? Ооо, 50 джинов за встречу с королевой Да, выдавливает из себя Тарх Я пошлю весточку Она будет ждать вас на севере Возле избушки лесоруба Еее, лесоруб О котором вам говорил наш друг Полурослик Спасибо, говорите вы, поворачивая коня И еще одно джин Окликает вас Тарх Если ты причинишь девочке вред Я сам скорблю тебя собакам Понял? Вместо ответа вы отвешиваете ему глубокий поклон Окей Все, и наверняка мы можем уже к королеве Да, да, да Сейчас мы застанем их у лесоруба Я хотел, чтобы Эмилия мне поверила Поэтому я пришел к месту встречи один Сложив руки перед собой К моему удивлению она также пришла одна Ой, на ней были тяжелые зимние одежды На голове капюшон Единственным, что отличало ее от обычной крестьянки Была простая Золотая Простая золотая диадема Которая удерживала ее откинутые назад волосы Я упал на одно колено И склонил голову Ребята, принимаются ставки? Будут ли они держаться за руки? Или не будут? Приветствую, королева Эмилия Найтхевен Я Салмир Ибн Вали Барат Твой покорный слуга Это будет так, если ты примешь меня Сказал я Эмилия не произнесла ни слова Я не поднимал глаз от покрытой снегом земли Хотя мне удалось увидеть ее лицо Нет, не приму Мне не нужна слуга, Салмир Мне нужен тот, кто расскажет, как победить бессмертного короля Сказала Эмилия Наконец я взглянул в ее глубокие карие глаза и улыбнулся Она была все еще молода, но выглядела повзрослевшей Беззаботность оставила ее Она была... Запомнили, беззаботность оставила ее На всякий случай На случай будущих переговоров Она уже не беззаботна Она была уже не девочкой А вождем и повелевала мужчинами О-о-о-о-о-о-о-о-о Я мог только представить, каким Горьким было мое поражение Если бы мне пришлось вступить в битву С этой новой Эмилией Найтхэвен Возможно, я смогу помочь Но я должен предупредить вас Наши шансы очень невелики Сказал я, поднимаясь с ноги Эмилия протянула руку и... Есть! Протянула руку! И я пожал ее Пожал ее! Ну что ж, невелики это лучше, чем те шансы Которые у меня были вчера Сказала она Тогда давайте поговорим о том Как вновь сделать вас королевой Великого Арканума И мы с Эмилией направились Под прикрытие деревьев Где оставалась ее маленькая армия Слушай, громкий звук сейчас будет Громский звук Подождите, финальная миссия Громкий звук, тихо Условия победы Найти меч богов И победить героя Мезелиана Это не последняя миссия Потерять Эмилию Найтхевен Найтхевен Иились Салмира Ууууу Переходят Салмир Котш 36 уровень героев Что? Вау Сидя на коне Я осматриваю раскинувшуюся передо мной землю А, я покинул границы великого Арканумы И вступила в другую область Где верховодят разбойники и убийцы На этот раз я пришла не для того, чтобы установить порядок и справедливость. Я пришла за мечом. Прежде чем мы с Салмиром выступили каждый в свой поход, Джин рассказал мне древнюю легенду о мече богов. «Вы должны понимать, моя королева, что шансы наши невелики. Мы не знаем, убьет ли меч богов Гевина Магнусу», — сказал мне Салмир. «Да, я понимаю, что мы цепляемся за последнюю соломинку. Дело обстоит так. Имя этого героя давно забыто. Нам он известен только как Воин Света, жестокий бог жертвы, вырезал целые города, просто чтобы получить извращенное удовольствие, и никто не мог ему противостоять. Воин Света, тогда еще мальчик, один выступил против него, чтобы остановить убийство. Он ехал долго, сражаясь с драконами и демонами, пока не приехал в рай. Там, под внимательным руководством богов Добра, чуть не прочитал Бобра, он выковал меч богов. Вернувшись, он вступил с богом жатвы в битву, которая длилась год и один день, ну, как обычно. Воин Света и бог жертвы, жертвы, а не жатвы, обменялись ударами, и оба удара оказались смертельными. «Я надеюсь, что эта легенда правдива», — Салмир, — сказала я. «И я на это надеюсь». «Было бы логично, если бы меч богов, однажды оказавшись способен убить бессмертное существо, смог убить и Магнуса», — сказал Салмир. «Если он существует, я его найду». «Ваша задача сложнее, как мне кажется». «Я нашел в подземном мире кристаллы радуги». «Логика подсказывает, что и ответ на вопрос, который мы ищем, тоже находится там». «Да, но миром не всегда правит логика». «Неплохо», — сказала я. «Пожимая сильную...» «Есть!» «Второй, два из двух. Пожимая сильную руку Джина». «Удачи вам, моя королева», — ответил он. «Итак, я опять одна». «Ах...»